Господи Божий мой, на телу паван, спаси мя от всех, гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Луки с 45 стиха 20 главы по 4 стих 21 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Речи Господь своим учеником! Субтитры создавал DimaTorzok Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Сказал Господь своим ученикам, остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дом и вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение. Взглянув же, он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела». В сегодняшнем евангельском чтении евангелист Лука передает нам слова Спасителя, предостерегающие его учеников от образа жизни книжников и фарисеев, а также приведенный им пример жертвенности вдовы, которую Христос увидел возле сокровищницы Иерусалимского храма. Но обо всем по порядку. Вокруг Христа собирается большое множество людей, которые со вниманием и ослаждением слушают слова Божественного Учителя, и Господь, найдя подходящее время, опять передает осуждению образ жизни книжников и фарисеев, наставляя людей не подражать в этом элите иудейского общества. «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах». Священно-мученик Григорий Шлистельбургский пишет «Господь предостерегает от книжников, бывших учителями закона, и изрекает книжникам тягчайшее осуждение. За что? За длинные одежды? За первое место в синагогах? За первое место на пиршествах? Конечно, не за это само по себе, а за лицемерие. Их внешность не соответствовала внутреннему, в них все было показным, даже молитва. Значит, длинная одежда, председания в синагогах, предлежания на пиршествах осуждается как показатели лицемерного тщеславия». «И действительно, многие учители закона делали на показ, привлекая к себе излишнее внимание. Они любили ходить в длинных одеждах, полы которых волочились по земле. В такой одежде человек не мог ни торопиться, ни работать. В ней ходили только люди важные, но праздные». «Книжники любили, чтобы люди приветствовали их всюду, проявляя уважение и почтение. Сам титул «Равви» означает «учитель мой». Такое обращение льстило их тщеславию. Книжники также любили сидеть в синагоге впереди всех. На пирах они любили воздлежать на самых почетных местах. «Положение табель для орангах строго соблюдалось на пирах в древности. Первое место было по правую руку от хозяина дома, второе — по левую. Далее нумерация шла с левой стороны от хозяина вокруг стола. Важность человека в обществе легко можно было определить по занимаемому месту». «Обличая книжников, Господь говорит о том, что они поедают дом и вдов». Историк Иосиф Флавий, сам фарисей по происхождению, рассказывает об эпохе интриг в иудейской истории и говорит, что фарисеи были высокого мнения о своем отличном знании закона предков и убеждали людей в том, что их фарисеев высоко ценит Бог. «Книжники убеждали людей, что не может быть более высокого обязательства и привилегии, чем обеспечить Равви комфортабельную жизнь». Таким образом, разные религиозные шарлатаны обманывали простых людей и бедных женщин. И вот одну из таких бедных женщин, вдову, положившую в сокровищницу две лепты, замечает Христос. «Лепта, по-гречески лептон, в буквальном смысле тонкая, это была самая мелкая монета, одна 124-я динария. И все же Господь сказал, что пожертвования вдовы было больше всех прочих, потому что другие опустили то, что им было легко отдать, ведь у них еще много оставалось, а вдова опустила в ящик все, что у нее было». Александр Павлович Лопухин отмечает, «Господь, имея в виду мнимое благочестие книжников, людей зажиточных, о котором он только что уговорил, не применил указать своим ученикам, например, вдовы, которая отдала все, что имела, и которая, поэтому, своим пожертвованием возвысилась над богатыми, клавшими много больше, но все же жертвовавшими только самую малую часть своего достояния». Слова Спасителя, осуждающие благочестие на показ и возвышающие пример искренней жертвы бедной женщины, звучат сегодня и для нас с вами, дорогие братья и сестры. Не должно думать, что только те, кто кажется в наших глазах праведниками, действительно имеют святость в глазах Божиих. Не тот свят, кто живет для людей, а тот, кто всего себя посвящает Богу, не сдирая ни на кого. Помогай нам в этом Господь. Господи Божий мой, на тебя упомяй, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok